София Зейналова, ученица 11 гимназии, решила летние каникулы разбить на несколько частей. Ее девятиклассница работает в составе трудовой бригады, а оставшееся время посвятит отдыху и подготовке к новому учебному году. Кстати, свою первую зарплату девочка планирует потратить на благотворительность. Работать оказалось совсем несложно, потому что мы делаем в основном достаточно такую простую работу, там красим, окна моем и мне нравится. Всего в этом году организовано 49 трудовых отрядов, в которых работают 865 детей. Ребята трудятся на благо родной школы. Работы несложные, покрасить бордюры, полить цветы, помочь разобрать книги в библиотеке. Но благодаря этой практике подростки приучаются к ответственности и дисциплине. Трудовые лагеря очень хорошо организованы. Дети с школьной скамьи готовятся к взрослой жизни. Они уже понимают, что такое ответственность, потому что это определенный режим. Вы должны в определенное время прийти, выполнить определенный фронт работ, за который потом, конечно же, им оплатят. И это их стимулирует очень хорошо. Депутаты-единороссы в рамках партийного проекта «Новая школа» проверяют работу трудовых отрядов. Лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием детей, которые располагаются на территории округа. В школу идут дети с неохотой. Ну, просыпаются, идет там школа, опять занятия. Вот здесь, спрашивают, бегут. Сами скакивают, все. Их ждет интересный день, насыщенный день. У них появляются новые друзья, новые знакомые, потому что смешанные возрасты. И все у них начинается с утреннего времени пребывания здесь. Посмотрите, хорошее питание, хороший завтрак. Все расписано. Лагеря с дневным пребыванием детей, как правило, открыты при общеобразовательных учреждениях и пользуются большим спросом. Дети мечтают попасть в отряды, чтобы весело и познавательно проводить летние каникулы. Если родители работают, естественно, на летний период нужно искать, куда пристроить детей. Такие лагеря являются очень большим подспорьем, что ребенок всегда занят. Плюс он под присмотром, он накормлен. То есть у них есть саморазвитие, самозанятость. Они также общаются между собой. Лагеря открыты до конца июня, а дальше у ребят есть два месяца, чтобы набраться сил и подготовиться к новому учебному году. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.